На решение важных вопросов в городскую казну поступили деньги из вышестоящих бюджетов почти 61 миллион рублей. Значительную часть депутаты Гордумы решают направить на капитальный ремонт домов и обновление дворов и проездов к ним. Остальные деньги на реставрацию объектов историко-культурного наследия расположены вдоль гостевых маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волга. В ходе обсуждения поправок в бюджет депутаты предлагают 13 миллионов, запланированных на финансирование работы Гордумы, перенаправить в общественные советы микрорайонов. По итогам 2016 года можно говорить о наметившейся тенденции к снижению количества обращений, поступивших в вышестоящие органы власти и перераспределении обращений граждан в сторону самого близкого людям районного уровня власти. Депутаты одобряют предложение взять кредит 1 миллиард 300 миллионов рублей на финансирование социально значимых направлений. Среди них капремонт школ, повышение зарплаты педагогам дополнительного образования, приобретение спецтехники, переселение горожан из ветхого и аварийного жилья и подготовка города к чемпионату мира по футболу. В преддверии масштабного дорожного строительства в этом году глава города предлагает обсудить, как будет организован трафик на самарских дорогах и карту альтернативных путей объезда. Потому что проблемы есть, но отказываться нам от реконструкции дорог, реконструкции моста, совершенно смысла никакого нет. Надо воспользоваться подготовкой к ЧМ-2018 и коли пришли деньги, мы должны их очень эффективно, рационально, грамотно использовать. Параллельно объясняя людям, что эти неудобства, с которыми мы столкнемся, они временные и нам нужно сообщать, просто их как-то пережить и претерпеть. Олег Фурсов заручается поддержкой депутатов и в предстоящей генеральной уборке города после зимы. Народные избранники обещают выйти на субботник и сподвигнуть на это благородное дело жителей своих микрорайонов. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События.